Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Видео будет полезно всем, кто пострадал от недавней блокировки смарт-телевизоров от компании Samsung 22 января этого года, а также тем, кто ищет стабильный недорогой сервис IPTV с поддержкой архива. Итак, начнем. Если вы купили так называемый серый телевизор, вы могли столкнуться с проблемой блокировки смарт-хаба. При этом ни одно из приложений стало недоступно для использования. На экране вы видите следующую надпись, если на экране вашего телевизора вы видите эту надпись не волнуйтесь, это можно легко исправить. Для того чтобы это исправить нужно попасть в сервисное меню. А чтобы попасть в сервисное меню понадобится специальный сервисный пульт или же смартфон с инфракрасным портом и одно приложение. С пультом все понятно нужно нажать кнопку меню, а что касается телефона то вам нужно зайти в Play Market, здесь найти и скачать приложение Aircoid Free, ссылка будет в описании. Запускаем приложение, здесь в нижнем углу жмем на три точки и выбираем Downloader Coid Farm. Далее ищем пульт для телевизора Samsung. Нам нужен именно сервисный пульт, он находится в самом конце списка, пульт 2008 года. Выключаем телевизор если он включен и включаем его уже с телефона. Жмем красную кнопку Power, далее жмем кнопку Info и Factory. После чего должно открыться сервисное меню. После перехода в сервисное меню можно уже воспользоваться стандартным пультом от телевизора. В приложении Arcoid нужно было чтобы попасть в этом меню. Далее будьте предельно внимательны, чтобы ваш телевизор не превратился как говорится в кирпич. Следуйте строго представленные инструкции. Открываем Options, Local Set, здесь нужно установить следующую локализацию EU RSAF. Далее опускаемся ниже к пункту MRT Options, открываем его. Затем регион, здесь должен стоять следующий регион, PAN EURO и ниже PNP Language, RUS, Wi-Fi регион R. Если у вас в PNP Language отсутствует RUS, поставьте в Language Set следующее значение. CAUCASUS. На этом настройка закончена. Осталось только выключить и включить телевизор. После этого блокировка должна исчезнуть. Если у вас нет сервисного пульта и телефона с инфракрасным портом, можно попытаться зайти в сервисное меню и со стандартного пульта, но если верить отзывам при таком входе, в меню нет пункта Local Set. Для того чтобы войти в сервисное меню со стандартного пульта, зажимаем кнопку Mute и нажимаем цифры 119, ОК. Здесь ничего не выбираем, а жмем на пульте кнопки 1234, после чего откроется полноценное сервисное меню. А дальше уже поранее представленные инструкции. Меняем настройки. Если вы единожды столкнулись с проблемой смартхаба, то вероятно это может повториться. В таком случае я бы порекомендовал купить смарт приставку на базе Android. Купив приставку вы получите более широкий функционал и будете независимы от функций смарта вашего телевизора. В ТВ-боксе есть возможность установить различные приложения, онлайн кинотеатры и плееры для просмотра IPTV. В интернете вы без проблем найдете множество плейлистов как платных, так и бесплатных. В чем отличие от этих плейлистов? Основными преимуществами бесплатных плейлистов перед платными есть их доступность и то что они бесплатные, а вот недостатки серьезные. Зачастую при использовании бесплатных плейлистов для IPTV пользователи сталкиваются с неработающими каналами и их работа с перерывами, отсутствие стабильности и популярных каналов. Платные же плейлисты создаются и поддерживаются командами людей. Используется серьезное оборудование, соответственно они имеют стабильность. В них включены популярные каналы со всего мира. Платные варианты плейлистов также позволяют использовать архив каналов за несколько предыдущих дней и прочие плюсы. Поэтому хочу порекомендовать вам хороший недорогой сервис с более чем 700 каналами и обонплатой всего 1 доллар в месяц. Регистрация здесь простая, нужно лишь указать имейл и пароль, после чего на почту вам придет ссылка для подтверждения регистрации. После регистрации нужно оплатить услугу, для этого переходим в кабинет, финансы, пополнить. Выбираем способ оплаты, здесь есть Sprite Pay, FreeCasa и BTC. Электронные деньги, интернет банки, наличные, смс платежи. После оплаты нужно подождать некоторое время для зачисления средства на счет, в поддержке заявляют, что это может занять от 2 до 48 часов. После того как деньги появились на счету открываем тариф Инфу, здесь нужно его активировать. Затем остается только скачать плейлист и подгрузить его в плеер вашего устройства. Для того чтобы скачать плейлист, перейдите в соответствующий пункт «Скачать», выберите формат файла и нажмите «Скачать». Как установить программу и настроить IPTV я уже рассказывал о одном из прошлых видео, ссылка будет в описании. Подгружаем плейлист к плеер ТВ бокса, телефона или компьютера и каналы доступны для просмотра. Каналы здесь разбиты на группы, также есть много HD каналов. С воспроизведением нет никаких проблем, поток не прерывается и видео не подвисает, как это бывает с бесплатными плейлистами. Помимо этого работает архив и если вы пропустили какой-то фильм или передачу в прямом эфире вы сможете посмотреть его в записи. Ненужные разделы можно отключить на сайте в настройках, плейлист, настройки, группы каналов. Снять отметки с ненужной. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.